Всем привет! Вы на моем канале. И сегодня мы будем вместе с вами тестировать косметику из Ашана. Самую дешевую косметику. У меня вот такой копейки. Я купила вот такой карандаш для бровей. Самый дешевый. Помада. Пудра. Тени. И консилер. Ну что ж, давайте начнем с карандаша. Это, кстати, карандаш и для глаз, и для бровей. Стоил он... Карандаш для глаз и бровей стоил 27 рублей 69 копеек. Давайте посмотрим на него. Сейчас я его открою. Он полностью... Я, короче, не буду открывать. Так. Такой карандаш. Он черного цвета. Сейчас посмотрю мягким. А вы знаете, он достаточно мягкий. Если честно, я думала, что он будет твердый. Он правда мягким рисует прям. Вообще, если честно, я карандашом не пользуюсь. Я не знаю, сколько лет назад я пользуюсь карандашом. Я даже не знаю, получится мне сейчас нарисовать что-нибудь себе на бровях. Но я попробую. И еще хотела бы сказать то, что тушь я не нашла. Дешевую я искала. Знаете, тушь, которую пользуюсь наши родители. Еще такая называлась тушь-плевалка. Но ее там не было. Там были достаточно приемлемые туши, которые я не стала брать. Потому что у нас обзор на самую дешевую косметику. А та, в принципе, не такая дешевая для Ашана. Вот. И тональника тоже не будет. Потому что его там нет. Все разобрали. Там практически были пустые полки. Вот все, что нашла. Так что давайте попробуем нарисовать брови. Сейчас попробую в камеру. Вот так он будет удобнее. Знаете, он прям мягкий-мягкий. Он даже, наверное, подойдет для глаз. Но я глаза не буду рисовать. Потому что у меня очень чувствительная кожа вообще. И очень чувствительные глаза. Мягко рисуют. Я не знаю, у меня такой цвет не очень идет. Это для черноволосых людей. Да, вот вообще не получается у меня кандашом рисовать. Я не умею. Я привыкла к тенями. Аккуратненько, быстренько и все. У меня вообще татуаж. Правда, старый, старый, древний. Ему уже 5 лет. Что-то я совсем, да, зарисовала не то. Ну да ладно. Вот так вот. Ой, что-то я совсем не туда. Короче, будем считать, что это нормально. Будем считать, что это нормально. Сейчас попробуем еще. Знаете, тот, кто владеет техникой нанесения на брови карандаша, Утого получится. У меня нет. Я, в принципе, никогда карандашу не красила. Давным-давно у меня было, когда не было татуажа. Я как-то делала. И было вроде нормально. Но сейчас это вообще какая-то, по-моему, жесть, да? Это жесть. Напишите в комментариях, что это жесть. Потому что это жесть. Ну да ладно. Сколько раз я сказала жесть? Надо посчитать. Так. Да, надо было искать тени. Надо было другой шанс поехать. Вот чисто... Потому что я слышала, что есть тени. Продаются дешевые тени для бровей. Если вы знаете, действительно они продаются. Там-то напишите в комментариях. Вы знаете, этот карандаш, видимо, настолько мягкий, что у меня кусками вообще на бровях он лежит. Вот прям куски. На камеру так не видно. Может, вы даже и видите. Вот куски. Может, конечно, из-за того, что я неправильно наносила по этому куски. Может, потому что такой карандаш... Ну, блин, он стоит сколько, я сказала? Он стоит. 27 рублей 69 копеек. Вот уж вообще. Давайте посмотрим тени. Такие тени. Срок годности хорошая. После вскрытия 6 месяцев. Еще открытие. Вот такие. О, мне какая-то фигня там. Какая-то фигня. Что это? Фу. Какая-то пленка. Так что посмотрим. Какая пигментация. Ну, знаете, пигментация хорошая. Давайте я попробую, наверное, нанести пальцем. Кисточку я не взяла. Многие, кстати, наносят пальцем. Да, пигментация хорошая. Цвет, правда, мне вообще не идет. Как и карандаш. Ну, знаете, в Ашане не было других оттенков карандаша. А тени были еще зеленого цвета. Но мне кажется, зеленый мне уж точно не подойдет. Ну, все-таки, наверное, попробую их. Может, кисточкой растушевать. Или, в принципе, и не надо. Вроде вот нормально. Относительно. Правда, пробелы. Вот такие. Ну, типа, пигментация действительно хорошая. Я думала, если честно, что они будут полупрозрачные такие. Вообще не знаю, кто покупает такую косметику. Наверное, у кого вообще нет денег, да. Я не пользуюсь дорогой косметикой. Я Мэйбелин пользуюсь. Мирен Сабо. Диваш. В принципе, все, что магнит косметики продается. Никсон пользуюсь. Часто там на него скидки бывают. Кстати, вот фирма Финель. Финель же, да, название. Я помню, что я в детстве покупала, знаете, на рынке за 40 рублей, что ли, или за 30 тени. Палетка теней этой фирмы. Мне так нравились. Я прям пользовалась. Я даже не помню, какая там пигментация была, но я прям пользовалась. Мне было тогда лет, наверное, 12. Где-то так, да. И пудра у меня была этой фирмы. И я считала, что это крутая фирма на рынке покупала. Знаете, тени неплохие. На самом деле, я думала, будет намного хуже. Но, конечно, блин, что-то я не туда. Зашла. Надо было все-таки кисточкой делать. Ну, ладно, давайте тогда сделаем, чтобы одинаково было, да. Будет такая сова. С бровями, да, точно. Ну, короче, вот так. Нормально. Для нашего обзора сойдет это же на дешевую косметику. Вот так. Все, давайте пойдем дальше. Сейчас я открою консилер. Открывается. Не хочет. Так. У меня оттенок персик. Если честно, там был какой-то бежевый. Но я начала открывать коробочки. И они все... Открывать крышечку. И они все были помацаны. Покоцаны. Сейчас посмотрим. Вот знаете, что жаловали, что они очень воняют. Я вот слышала, что очень воняют. Сейчас посмотрю. Ну, честно. Но они не то, чтобы воняют. Тут как бы есть такой косметический аромат. И вот нотка, нотка пластика. Нотка пластика. Так, в принципе, я думала, будет прям реально вонять. Попробуем что-нибудь замазать. У меня тут синяки как раз. Кстати, знаете, действительно он неплохой. Мне прям нравится. Сколько он там стоит? Так, так, так. 91 рубль 7 копеек. Надо было сначала его наносить, да? В этом тени. У меня был консилер от Evelyn. Я не знаю, зачем я вообще купила его. Просто ужас. Этот в 300 раз, блин, лучше. Реально в 300 раз лучше, чем тот. Ну, он вообще не воняет. Он пахнет, вот пахнет вот пудрой. Знаете, вот у меня у бабушки была пудра. В детстве я помню. Вот такой аромат. Я не знаю, из чего он состоит. Там надо будет посмотреть состав потом. Что там вообще. Но вообще, эта фирма в детстве я ей пользовалась. Я ее любила. Ну, да, он прям такой мягкий, нежный. Тот у меня кусками, прям какими-то кусками. Вот я наношу, он у меня кусками забивается. Его видно жестко. А этот я так не вижу. Действительно, я не вижу. Конечно, цвет не совсем не подходит, опять же. Потому что выбора не было. Точнее, выбор-то был. Но все решили вот попробовать, каждый пооткрывать. На себе там пальцем потыкать. Еще куда-нибудь себе потыкать им. В целом, мне он нравится. Пока что он мне нравится больше, чем карандаш. Мне вообще не понравился. Тени еще. По крайней мере, нехорошая пигментация. Но вот консилер мне больше всего понравился. Прям мне понравился. Если бы я не знала, что это за марка, я бы себе взяла. Не знаю, я просто переживаю, что мало ли, что он мне потом сделает. С моими глазами. В целом, вот так. Давайте попробуем замазать прыщик. Я больше люблю жидкие консилеры. Под глаза. Прыщик у меня не особо замазал. Прыщик у меня не особо замазал. Но, возможно, стало чуть получше. Так. Дальше пойдет у нас помада. Я ее думала использовать как помаду, как румяна. На самом деле, на губы я ее не очень хочу наносить. Но придется. Так как у нас обзор. Губная помада стоила 55 рублей 35 копеек. Что это за фирма, кстати? Sweetheart. Какой-то Sweetheart. Состав, конечно, печальный. Так, сейчас я попробую открыть. Опа. Ее вроде никто не открывал. Я вообще буду реально сова. Разрисованная. Пахнет тоже помадой из детства. Неудобно не видно. Сейчас вообще красотка будто. Не очень удобно ее наносить. Ну, как-то так. И давайте попробуем как румяна. Я матрешка. Реальная матрешка. Да, как румяна это вообще. Видела, что девочки так делают. Ну, у меня не получилось. Не знаю, может, я что-то не так делаю. Жесть. Люди, я филин. Или кто я такой? Так еще более-менее, но все равно. Это жесть какая-то. Жесть. Я всю ночь спать не буду. И испугалась саму себя. Опа. Блин, ну, консилер мне прям понравился. Не знаю, на камеру не видно. Так, тут побольше надо еще и сделать. Красота так до конца. Я ж красотка. Кстати, кто не видел мое видео, как я сменила цвет волос, посмотрите. Раньше я была блондинка. Так. Теперь давайте закрепим все пудрой. Как обычно у меня все вот так открывается. Наверное, так вот все. Может и нет. Так. Это фирма Lovell. У меня будет обзор скоро на покупку из Wildberries. И я там купила тени тоже этой фирмы. Дешевые за 200 рублей. Просто там очень интересные оттенки. Вот буду тоже пробовать. Хотите поржать? Я сейчас снимала, я наносила пудру. И потом я поняла, что я не снимаю. Так что я буду снимать вам сейчас заново, как я наношу пудру. Хотя вы уже видите, что она оранжевая. По крайней мере, я вижу. Так, девчонки, я снова с вами. Как оказалось, у меня просто в телефоне закончилась память, поэтому перестал снимать. Вот сейчас я все поудаляла, поэтому будем продолжать. Так. Становились мы на пудре. Тут два отдела. Один отдел с зеркалом, с спонжиком. Вот я его уже использовала, потому что я думала, видео снимается, а оно не снималось. И вот пудра. Давайте еще раз будем наносить. Ну, точнее, вы первый раз она наносите, а я уже второй. Она плотно ложится. Но это потому, что спонжик. Если бы кистью, то ложилась бы вполне нормальной. Но, так как тут спонжик, будем пробовать спонжиком. Потому что многие не пользуются кистью. Ну, кстати, румяна одинаковая. Но на камере кажется, что вот тут вот они ярче. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Чуть вот смахну. Брови хотела. Но они не убираются. Они уже все в пудре. Нужно еще чуть-чуть румян добавить. Посмотрим, как они. Лягу теперь. Теперь они нифига. Плохо. Что я сейчас делаю? В конце концов, надо доделать это видео уже. Вот тут только снимаю, снимаю. Оно не снимается. Приходится переснимать. Тут пятно уже. Давай. У меня скоро, знаете, будет естественный румяна. Потому что я так уже натерла свои щеки. Ну вот, как-то так. В общем. Я хомячок. Я хомячок. Красотка. Красотка. В принципе, все оттенки мне не подходят здесь. Ни карандаш. Тени еще кое-как. Но если бы они были толково нанесены, то было бы нормально. Наверное. Наверное. Я не знаю. Вроде да. Пудра. Тон мне вообще не подошел. Ну, по крайней мере, сейчас. Возможно, если бы загорелая кожа была, то подошел бы. Помада. Знаете, на камеру она выглядит ярче. В жизни она нормальная. Относительно. И мне, в принципе, подходит. Но вот смотря на камеру, мне не нравится. Вроде все. Давайте ободочки снимем. Ну, что скажете, на кого я больше похожа? На обезьяну или на сову? Вы знаете, у меня уже вот тут вот кожа чешется. Я не знаю. Тут помады не было. Не касалось. Мне чешется вот где пудра. Там чешется. У меня, конечно, чувствительная кожа. У меня много на че. У меня, конечно, чувствительная кожа. Но я не думала, что так быстро начнет чесаться. Ну, что-то я пудру тоже не советую вам. Тут мне все нормально. Тут ничего нигде не чешется. А вот тут вот чешется. Прям хочется почесать хорошенько. Девочки, если вам было полезно мое видео, то обязательно подписывайтесь на канал. Я буду снимать много всего интересного. Скоро будет обзор из магазина Fixed Price и из магазина Wildberries. Так что обязательно подписывайтесь. И ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И пишите комментарии, нравится ли вам эта косметика или нет. Например, вот эта вот фирма продается в Wildberries. Я заказывала такие тени. Ничего не пробовала. Такой фирмой тоже Wildberries продается. Я пользовалась в детстве. У меня была пудра и тени. Я уже не помню, но мне тогда нравилось. Это я не советую точно, потому что неизвестно вообще, что это, кто это сделал, из чего это сделано. Кстати, помада довольно-таки большая. Вот, я ее точно не советую. Вот, корректор. Мне понравился. Действительно, мне он понравился. Он прям хорошо лег. И вот, ну я не вижу действительно недостатков. Я не вижу. Мне не видно на зеркале. А вот другими, которыми я пользуюсь, которые даже дорогие у меня. Это у меня NYX был. И подороже были. Мне вообще плохо ложились. Не знаю, может быть, это магия? Что-то, я не знаю. Вот. Так что вот так вот. Пойду сейчас это чудо смывать. Или пойти напугать кого-то. Как думаете? Напугаю кого-то или нет? Своим макияжем. Хотя в наше время я думаю, таким макияжем я никого не напугаю. Сейчас как только они ходят. Ну, все-таки, мне кажется, я похожа на обезьяну. Наверное. В общем, это конец видео. Спасибо всем, кто посмотрел. Надеюсь, вам была полезна моя информация. И обязательно, обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Скоро выйдет мое новое видео. Так что мы не прощаемся. Продолжение следует.